Столыбинский рай Получай, меню изучай Предлагаю вашему вниманию интервью с автором-исполнителем из славного города Дмитров, с Игорем Квинтов. Игорь, я рад, что вчера состоялась наша первая работа, надеюсь, не последняя. Большое, мощное наше мероприятие. 30 музыкантов, 62 композиции, 8 часов у станка. И вчера ты принял участие в четвертой уже серии нашего большого фильма, который носит название «Ночной такси – новое лучшее». Это очень здорово, очень приятно. Мне также приятно то, что я услышал от тебя о том, что ты сделал анонс этой нашей съемки на своем аккаунте, на нашем хостинге YouTube. Очень приятно для меня это, потому что я об этом услышал от тебя. И я с удовольствием, как мы закончим сейчас снимать это интервью, сам зайду и посмотрю, что же там получилось. Тем более, что я совсем недавно был у тебя в гостях и привез тебе подарки наши. И рад, что ты знал нашу студию. И более того, конечно же, рад я тому, что огромное количество людей, о которых знаю я много лет, на протяжении 20 лет, что я занимаюсь этой профессиональной деятельностью, оказывается и знакомы для тебя людьми. И сам ты занимался этим же в Москве. И для меня на самом деле это очень приятно, потому что бывают такие вот неожиданности. В руках, оказывается, как ты сам сказал вчера, ходили где-то рядом и вот, что называется, наконец параллельные прямые взяли и стали перпендикулярными, пересеклись. Я бы, конечно, в первую очередь хотел сказать не об этом, хотя об этом сказать тоже надо, а о том, о чем ты сейчас делаешь свой альбом первый. Потому что я могу сказать, что мне песни очень понравились. Однозначно совершенно. Я совершенно не ожидал ни такого вокала, ни, так сказать, такого материала. Мне казалось, что если ты что-то будешь делать, учитывая то, что ты продюсерствовал в наших медиа и занимался в свое время этим, как продюсер одной из известных певиц, это было достаточно давно, но я не думал, что ты сам сможешь реализоваться в качестве автора, и причем автора очень хорошо поющего, потому что основная проблема для шансона заключается в том, что масса людей может сочинить достаточно самобытные стихи, но гораздо меньшее число людей может это исполнить. Это я сказал тебе дома, когда мы долго слушали твои песни впервые, и у тебя оказалась как раз та ситуация, которая, что называется, в золотом сечении. То есть ты можешь придумать жанровый материал, в том числе материал, который абсолютно не стыдно называть жанровым, то есть это такая настоящая, в том числе и блатная песня, песня о жизни, и это великолепное пение, это умение петь, это такое азартное пение, тебя не остановить, когда ты этим занимаешься, и я абсолютно не сомневаюсь, что аудитория это воспримет хорошо, потому что столь здорово поющего, оригинальный, собственный материал человека, откровенно говоря, встретит большая редкость. К тому же под очень прилично сделанную музыку. Поэтому мой вопрос, которому посвящено наше свое первое интервью, как появились эти песни, и в продолжении этого вопроса, насколько сложна была работа в студии, потому что мне очень понравилась аранжировка, запись треков, вообще сама по себе вот эта музыкальная конструкция, сам музыкальный дизайн того, что мне показал, и то, что в частности мы записали по моему выбору, я выбирал эти песни, вчера на нашей съемочной площадке. Вот один вопрос, перетекающий в другой, для первого такого ознакомительного для нашей аудитории интервью. Знаешь, Саш, я, наверное, начну все-таки с того, что еще раз поблагодарю тебя, поблагодарю канал «Ночное такси» за то, что мы все-таки встретились и сделали вчера эту прекрасную работу. Песни эти появились не просто так. Понятно, что каждый человек в определенном возрасте начинает писать, начинает, наверное, высказываться. К музыке я всегда имел прямое отношение, стихи писал, может быть, не такие хорошие, писал и музыку, может быть, не ту. Я все-таки больше писал для своего проекта, больше, чем обращаю внимание на себя. Ну, так сложились обстоятельства, что теперь я больше пишу за последние два года. Я написал около ста с лишним произведений, из них 30 готовых песен, но в 98-м году у меня трагически погиб брат. И я дал слово, что обязательно сделай альбом его памятью. Все, что написано в моих стихах, посвященных именно этому альбому, это чистая правда, которую я видел своими глазами. Я проехал очень долгий путь за тот большой срок, который мой брат находился в заключении, около 25 лет. Поэтому я видел очень много, я заканчиваю, кстати говоря, писать о нем книгу, она называется «Кировский ветлак» или «Обратная сторона медали». Что касается музыки, я всегда подходил к изготовлению музыкального продукта с большим профессионализмом. Но когда я попробовал делать музыку в стиле шансон, лагерные лирики, у меня стало не получаться. Знаете почему? Пластмассовый звук, аранжировок никогда не сделаешь на электронике. И когда живые музыканты сыграли первые треки бас-гитары, барабанов, я понял, что появился некий драйв совершенно другой, которого я не ожидал. Просто не ожидал. И то, что мы услышали вчера с вами, я был просто удивлен, когда зал с огромным удовольствием слушал эти песни. И я считаю, что на сегодняшний день я на правильном пути с вашей помощью, с помощью, конечно, других масс-медиа каких-то каналов. Мне удастся донести как можно до большего числа слушателей этот материал. Но то, что мы начали работать с вами, Саш, вы знаете, я был инициатором нашей встречи. Я очень ценю вас как настоящего профессионального продюсера. Я знаю, что за плечами у вас огромный опыт в этом направлении, именно в этой работе. А главное, что вы искренне преданный человек тому делу, которое делаете. Спасибо. Спасибо. Это очень приятно слышать. Очень приятно слышать, Моря, что вы, так сказать, не знали меня очно, а могли собрать информацию заочно. А мы стараемся ничего не скрывать относительно того, что мы делаем. Потому что, я еще раз говорю, неустанно повторяю это, что основная задача нашей продюсерской компании – это составить возможность людям, которые сочиняют свои стихи и музыку, подчеркиваю, авторские композиции. Не люди, которые работают на коммерции, не люди, которые просто выходят на эстраду, чтобы спеть чье-то и заработать денег. Так вот, дать возможность авторам найти ту аудиторию, в которой они нуждаются, то есть тех людей, которые будут их слушать. Это основная, я считаю, абсолютно благородная задача нашей продюсерской компании, которую мы исполняем вот уже 27 лет в этом году. В октябре нам исполняется ровно столько. И я очень рад, что вы это по-своему интерпретируете, понимаете, и приходите с тем материалом, который для нас является материалом, что называется, нашей темой, нашего формата. Хотя слово «формат» очень здорово испоганили люди, которые занимаются коммерческими масс-медиа, хотя в этом слове нет ничего плохого. Это просто определенные стилистические жанровые рамки, в которых мы работаем. Это не что-то, что накладывает какой-то определенный отпечаток, а дальше надо заплатить денег, чтобы тебя взяли и какая-то станция тебя стала крутить. Тут все по-другому. И для меня важно, что материал, который для нас является материалом, подчеркиваю, своим, по сути, вами генерируется, вами создается. И этот материал, я уверен, с нашей скромной помощью должен обязательно найти своего слушателя. И в финале нашего небольшого интервью, поскольку, естественно, обо всем невозможно сказать сразу, я бы хотел, чтобы вы ответили на такой вопрос, который для нас абсолютно не банальный, он абсолютно жизненный. Хотя не все, может быть, люди понимают, почему мы об этом спрашиваем, но я думаю, что спросить об этом обязательно надо. Ваше сегодняшнее, сиюминутное, вот именно сейчас, без подготовки, пожелание той аудитории, которая сейчас смотрит нас на телеканале «Ночной такси». Я зрителю желаю именно, чтобы тот качественный продукт, который проходит в вашей программе в частности, радовало людей. И буду искренне рад, если продукция, то есть песни, которые сочинил я и которым дал жизнь, будут радовать зрителя. Я могу сказать только одно, это честные песни, которые я выстрадал, сочинил, создал и желаю, чтобы они понравились тем слушателям, которые увидят их через ваш канал, либо через любой другой. Я хочу пожелать всем искреннего здоровья и благополучия. Спасибо большое. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ